О гуманитарном коридоре, по которому международные эксперты перемещаются к месту крушения самолета, речь, среди прочего, идет сегодня на заседании трехсторонней, как ее называют, контактной группы по Украине, недалеко от Минска. Формат встречи – Украина, ОБСЕ, Россия. Дмитрий Кочетков с известными на этот момент подробностями. Информации о заседании контактной группы по регулированию ситуации на Украине крайне мало. Белорусские власти не называли даже место и время проведения переговоров. Как нам удалось выяснить, для встречи выбрана государственная резиденция «За Славль» в Сосновом Бару под Минском. За забор скружающей резиденции пропустили только одну съемочную группу государственного белорусского телевидения. Всем остальным журналистам пришлось наблюдать за подготовкой встречи издалека. Россию в контактной группе представляет посол на Украине Михаил Зурабов. Сразу же после прибытия в столицу Белоруссии он поехал в посольство России в Минске. А бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий киевские власти, встретился с Александром Лукашенко. Белорусский лидер сообщил, что хочет помочь соседней стране, но не собирается быть посредником на переговорах. Вы не читайте, не слушайте, что тут всякие говорят у нас тоже деятели крупные. Какой-то пиар, какой-то имидж. Нам это ничего не надо. Вы это хорошо знаете. Посредничества я не терплю вообще. Знаю, сколько у меня тут было посредников в отношениях с Европой. Мы будем вместе с вами делать для нашей Украины все необходимое для того, чтобы хоть как-то снизить накал противостояния на востоке Украины. Вопрос вообще стоит ребром, можно сказать. Быть Украиной, не быть Украиной. Потому что все события последних месяцев, они больше вопросов, чем ответов. А ответов, к сожалению, нет до сих пор. И мы вот в какой-то мере за ответами приехали. Искать ответы Леонид Кучма будет вместе с Михаилом Зурабовым, а также спецпредставителем главы ОБСЕ, Хайдиталь, Явиня. Встреча контактной группы началась вечером. Среди тем переговоров освобождение пленных и задержанных, а также обеспечение безопасного доступа к месту крушения малазийского Боинга. По информации украинской стороны, коридор, по которому международные эксперты сегодня проехали в район катастрофы, решено сохранить. По некоторым сообщениям, на переговорах присутствует представитель руководства провозглашенной Донецкой Народной Республики. По другим сведениям, делегация приедет завтра. В июне представители Киева и Юго-Востока Украины уже общались в Донецке. Тогда удалось договориться о временном прекращении огня. Но практически сразу соглашение было сорвано. Президент Порошенко отдал своим войскам приказ возобновить полномасштабные боевые действия. Дмитрий Кочетков, Александр Исаев, Дмитрий Новожилов, Первый канал, Минск.